Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. С 1 января началась очередная декларационная кампания в нашей стране и, соответственно, физические лица, то есть мы с вами должны отчитаться о своих доходах за минувший год, о том, кто и как должен отчитаться, где и когда можно уплатить налоги, чтобы, как в той рекламе 90-х, спать спокойно. Об этом мы с вами поговорим с представителями налоговой службы. Это Елена Владимировна Павлова, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тверской области. И Ирина Валерьевна Шемшура, начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС, тоже, соответственно, России по Тверской области. Дамы, добрый день! Дорогие зрители, если вам что-то непонятно по поводу налогообложения, звоните 300-190 в режиме, что называется, онлайн. У вас есть возможность получить прямую консультацию из уст из замечательных дам. Дама, кто и в какие сроки должен отчитаться о доходах? Правила здесь не изменились, они остаются прежними. И главная категория тех, кто должны отчитаться, это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, применяющие общий режим налогообложения. И, кроме того, обязаны отчитаться граждане, обычные физические лица, как мы их называем, те, которые в прошлом году первые продали имущество, сдавали имущество в аренду, получили выигрыши, получили какие-то подарки не от близких родственников, и еще получили доходы из-за рубежа. Такие вот определенные категории. Здесь ничего не поменялось. Срок подачи декларации в текущем году совпадает как раз 30 апреля, не будет ни выходной, никуда не переносится. Не позднее 30 апреля представляем 3 НДФЛ и уплачиваем налог не позднее 15 июля. Хочу напомнить, что даже если по вашим данным вы продали машину или гараж, и к уплате налога у вас по расчетам не получается, обязанность представить налоговую декларацию – это другая обязанность, и она должна быть исполнена в срок, то есть не позднее 30 апреля. Декларацию подаем, если продавали имущество в обязательном порядке, независимо от суммы сделки и итога, как надо что-то будет доплачивать или нет. А вот не от близких родственников, а от каких? Ну, кто-то, другое лицо совершенно, кто-то может подарить. Близкие родственники, да, они определены семейным кодексом, это родители, дети, бабушки, дедушки, и братья и сестры полнородные и неполнородные. То есть тетя уже, если что-то подарила, допустим, автомобиль, то в этом случае необходимо подать декларацию о доходах в связи с получением имущества в дар. Уже не от близкого родственника. Ну, мало ли, для кого-то и тетя в ближайшие родственники. Вполне возможно, но налоговый кодекс определяет здесь вот конкретно перечень лиц, которые в данной ситуации рассматриваются как близкие родственники. Это все в 217 статье кодекса прописано. А сразу интересно, а что будет, если человек, скажем так, забудет подать декларацию, вот ему тетя или там, не знаю, там, да. Подарила машину, и он забыл, что она ему подарила. В этом случае налоговым кодексом предусмотрена ответственность. Следующая, 219 статья, так сказать, да, она говорит о чем? Если декларация не представлена, даже если по этой декларации ничего не нужно доплачивать, то штраф составляет 1000 рублей. Если по декларации подлежит налог к уплате, то есть какой-то будет сумма исчислена, тогда 5% за каждый месяц с задержкой этой декларации. При этом месяц может быть как полный, так и неполный исчисляться. То есть если мы подаем место 30 апреля, 15 мая, то уже неполный месяц, и уже получается, что у нас будут штрафные санкции. 5% за каждый месяц, но не более 30% величина штрафа. Такая вот у нас арифметика. И хочу сказать, как бы забыть сейчас достаточно сложно. Почему? Потому что мы сейчас все живем в век компьютерных технологий, у всех есть Сбербанк онлайн, у всех есть госуслуги, у всех есть личный кабинет налоговой службы. И все наши пользователи личных кабинетов уже получили уведомление с напоминанием, в котором прописано, какое событие явилось поводом для подачи вами декларации. Вот именно, что вам подарено там имущество, или вы продали автомобиль, налоговая инспекция, всем в личные почтовые и электронные вот такие ящики под названием личный кабинет. А если подарок был в виде упаковки хрустящих купюр? Как об этом узнает наш государство? Ну, в данном случае, если эта сделка была, какая-то регистрация проведена, но это уже тогда здесь, мы, эта сделка, она не подлежит регистрации в регистрирующих органах, поэтому здесь уже у нас такой, конечно, гражданин уведомления не получит. Но вопрос декларирования доходов, он немножко многоплановый, потом у отдельных категорий граждан стоит вопрос о наличии источников для приобретения того же имущества и так далее. И иногда получается так, что граждане, наоборот, говорят, что же вы нас не предупредили, что мы должны были это задекларировать. Поэтому впереди, наверное, только экономические отношения и вообще сами жизненные ситуации. Насколько вообще в целом наши граждане активно в нашем регионе декларируют свои доходы? Посмотрел как раз перед эфиром, на сегодняшний день получено 34 тысячи деклараций за 2020 год. Это больше, чем в прошлом году на 5 тысяч. То есть такая арифметика почти 20% превышений. Посравнили с соответствующей отчетной датой на текущий период. Хотя, надо сказать, из опыта обычно активность при подаче деклараций начинается после 8 марта. То есть сначала Новый год, потом приходим в себя, потом там праздники, 8 марта, 23 февраля. И вот как раз в это время уже граждане активно декларируют свои доходы. Причем, что здесь хочется отметить, вот эти 34 тысячи деклараций, это декларации, представленные как обязанными, те, кто должны продекларировать, и те, кто имеет право. Граждане, которые приобрели имущество, оплатили обучение детей, лечение и так далее, они знают о своих правах. Опять же, личный кабинет налогоплательщика позволяет им подать декларацию хоть 1 января, потому что электронные сервисы не знают ни выходных и так далее. И все часы работают в режиме 24 на 7. А вот что хочется отметить, что те граждане, которые обязаны продекларировать свои доходы, они также проявляют активность. И вот сумма на сегодняшний день по заявленным гражданам налогом к уплате, это вот сколько они себе исчислили, она тоже уже превышает показатель прошлого года. Это, ну вот на текущую дату, если сравнивать, то это в два раза. То есть и обязанные граждане, они исполняют свои обязанности достаточно активно, но возможно вот этому способствуют электронные сервисы, потому что на самом деле очень удобно заполнять налоговую декларацию в личном кабинете. И имущество, кстати, тоже, извините, перебью, имущество наше, оно тоже в личном кабинете все есть, и там можно посмотреть имущество, которое сегодня в собственности, по которому собственность прекращена. То есть даже без напоминаний, предуведомлений, но уведомлений, может быть, еще такие темпы связаны с тем, что где-то в начале февраля мы разослали как раз вот эти предложения на декларирование, указали, что необходимо будет подать. Поэтому вот такую активность на сегодняшний день мы видим. А вот эти 3-4 тысячи, а сколько всего, по вашим данным, должны людей? Ежу вас, наверное, какая-то в итоге данная. У нас все есть, у нас все есть, вот я вам могу сказать, сколько у нас обязанных. Безусловно. Нет, я сейчас не обязанных, а вот я хочу сказать, сколько в том году у нас подали всего декларации за 2019 год. 61 тысяча граждан представила декларации, 61 тысяча граждан. То есть сегодня у нас 34 тысячи деклараций представлено. То есть фактически уже мы как бы половинный рубеж к прошлому году, но количество граждан, которые декларируют свои доходы, увеличивается. И увеличивается за счет граждан, которые заявляют вычеты. Там мы видим положительную динамику на протяжении всего периода. Это говорит о том, что и грамотность наших граждан увеличивает, ну как сказать, она растет из уст в уста, передается все это. То есть и кроме того, я думаю, электронные сервисы этому помогают. Вот поэтому, ну и мы тоже, в общем-то, отрадно. Положительная динамика в части тех, кто пользуется вычетами. И вопрос-то здесь в том, что вычетами можно воспользоваться только при наличии легальных доходов, облагаемых по ставке 13%. В эти доходы не включаются единственные дивиденды. То есть активные доходы, доходы от работы по найму, доходы, опять же, от сдачи имущества в аренду. Все эти доходы могут быть уменьшены на налоговые вычеты. И когда мы говорим о том, что растут вычеты, это говорит еще о том, что наши граждане активно декларируют свои доходы. То есть вы декларируете доходы от продажи автомобиля, там исчисляете сумму налога к уплате. Но за счет возможности получить вычет, например, социальное на обучение ребенка, эта сумма к уплате, она превращается, уменьшается, может быть, даже и в ноль превратится, а может быть, даже и, так сказать, в возврат превратится. А, да, мы уже упоминали про электронный сервис. Скажите вообще, как у вас в этом плане? Насколько идете в ногу со временем? Вы знаете, на самом деле идем в ногу со временем. На сегодняшний день сервисом личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, есть у нас такой сервис, мы не раз уже в эфире о нем говорили, на сегодняшний день подключено 263 193 пользователя. То есть большое количество, ну, в принципе, к личному кабинету может подключиться любой гражданин Российской Федерации, да и не только Российской Федерации. И он может не проживать в Тверской области, может спокойно в гости приехать к друзьям и прийти к нам в налоговые органы и подключиться к этому замечательному сервису. Тем более в настоящее время, вот сейчас, когда идет декларационная кампания, он просто необходим. Этот сервис, вот, например, у нас с начала января уже 11 с лишним тысяч граждан подключились к сервису. Дело в том, что этот сервис постоянно развивается. И в настоящее время, вот в конце года там разработаны, были жизненные ситуации. То есть вот налогоплательщику не надо придумывать, продал он автомобиль, продал он квартиру, продал он дом, там, земельный участок. Он просто выбирает свою ситуацию. И вот на самом деле сделать нужно 5 кликов или 5 шагов пройти. Доходы все отражены. Там буквально вот нужно спросить, программа сама спрашивает у налогоплательщика. Он отвечает на эти вопросы, и она, программа, формирует декларацию. Единственное, декларацию, чтобы отправить, необходима усиленная неквалифицированная подпись. Эту подпись можно... Усиленная? Усиленная, неквалифицированная. Ее можно сформировать в самом кабинете, нажав на свою фамилию в правом верхнем углу. Запросить, ну, то есть ввести ряд символов, да, и получить вот эту усиленную неквалифицированную подпись. Подписать ее, ею декларацию и отправить. Очень удобно и быстро. Декларация, ну, формируется, ну, наверное, в течение трех-четырех минут. То есть не нужно идти думать о том, где бланк мне взять. Но даже скачивать программу, у нас же есть программа-декларация, да, так называемая. Вот. Ее заполнить гораздо сложнее, чем в личном кабинете. Поэтому мы призываем всех граждан все-таки получить пароль к личному кабинету. И если есть такая необходимость сформировать и направить декларацию, то все-таки это сделать нужно через этот замечательный сервис. Но уже на сегодняшний день каждая третья декларация у нас представлена в налоговый орган именно этим способом. Уже такая большая победа, удобство. Тем более, когда заполняешь в этой декларации, все ошибки исчезают. То есть правильно ли я сделал, все сомнения налогоплательщиков исчезают. Ну, для того, как программа эта вся сформирована, она продумана. И когда ее разрабатывали, ведь люди, разработчики, они не просто так придумывают. Они отрабатывают на своих родственников, да. То есть приглашают своих мам, бабушек. А удобно ли, понятно ли. Понятно ли дети. А ведь какова логика, когда люди все-таки приходят к вам, потому что, а вдруг я что-то не так сделаю, а вдруг я... А вы проверьте сразу, да. А потом, соответственно, будет штраф и так далее. То есть получается, что не нужно бояться. Не нужно бояться. Вот. Нужно подключиться к кабинету, а подключиться очень просто. Либо прийти к нам. Ну, это такой самый, наверное, сложный способ прийти к нам, получить вот эту пароль. А кому-то, конечно, наоборот, самый простой. Ну, и... Приду, там девушка в окошке все расскажет. Если у налогоплательщика есть доступ к порталу госуслуг, да, есть у него пароль, то с помощью вот этого, вот этой учетной записи он может открыть наш личный кабинет. Для этого зайти на наш официальный сайт, на главную страницу, зайти в этот сервис и осуществить вход именно с помощью записи портала госуслуг. Есть такая возможность. Но если что-то непонятно, можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-7-2, 8-800-2-2-2-2-2, потому что часто путают. Либо наши телефоны 50-67-19, 50-67-27. А в каком времени? С 9 до 6 мы работаем. А портал, ой, господи, контакт-центр, вторник, четверг до 8 часов вечера, тоже с 9 часов. И если у налогоплательщика возникают проблемы, например, да, человек там зрелого возраста не может заполнить декларацию, да, к примеру, продал что-то. То в наших инспекциях, вот в апреле месяце, в 10-й инспекции будут работать студенты, которые бесплатно помогут заполнить эту декларацию. А на сегодняшний день, в 9-й и в 12-й инспекции уже работают студенты, уже много деклараций заполнили, помогают гражданам. Мне так сразу думается, вот у вас замечательное здание, например, на Октябрьском проспекте, если все будут онлайн заполнять. То есть мы там больше журналисты не будем видеть, вот эту картину, которая в апреле, к примеру, или когда, когда у вас, вот, там аншлаг, аншлаг. Ну, аншлаг уже, он, вот если сравнивать с тем, что было ранее, то уже аншлага нет. Такого уже нет. Если бы кто-то помнит карьеру налогоплательщиков в 90-е годы. И еще вот этот широкий спектр вычетов, которые предлагаются, еще раз заставляет налогоплательщика подумать о своих доходах, расходах, о необходимости подать налоговую декларацию. Но потом у нас всевозможные проходят мероприятия для повышения грамотности, причем с самого вот маленького возраста налогоплательщиков. Мы в школу ходим людям, да, к деткам рассказываем, школьникам рассказываем. С какой возраста? Ну, даже с первого класса, да, с первого, со второго. Они у нас раскрашивают картинки, понимают, что нужно платить налоги, нужно представлять декларации при необходимости. Возможно получать вычеты, это же приятно и здорово. Вот, поэтому у нас и детки знают, и мы семинары, вебинары проводим сейчас с налогоплательщиками практически каждую неделю. Ну, в принципе, хорошо, да, получается, что формируется новое поколение, которое вот тут как раз будет уже грамотно. Ну и потом уже не так, наверное, новое поколение боится вот этих вот гаджетов. Это люди, опять же, зрелого возраста, как-то очень обдуманно думают, на какую же все-таки кнопку нажать. Да, вдруг что на путь. Ну да, да, да. Вот именно Ирина Валерьевна сказала, что программы разработчиками, они отрабатываются для вот такой категории, кому вот не очень в курсе. И там действительно просто вопрос, какой вычет вы хотите получить. А вот если там вдруг, ах, я забыл, можно вернуться еще раз там на первую страницу. Дальше программа спрашивает, проверить вашу декларацию. Да, проверить. Отправляем? Да, отправляем. Не хотите добавить какие-то там вложения, ну это имеется в виду документы подтверждающие. Хочу, вложили, отправили. Дальше вам приходит в личном кабинете информация, что ваша декларация отправлена. Отправлена, далее ваша декларация проверена электронно, вот на все соответствия, на бланк и так далее. И принято уже на проверку в налоговый орган. И далее в личном кабинете мы видим, как проходит камеральная налоговая проверка. И мы видим результат камеральной проверки. Инспектор подтвердил сумму нашего вычета. Все. И мы это видим опять в личном кабинете. И есть возможность в личном кабинете задать вопрос, свой налоговый орган адресовать простым электронным письмом. А вот я вижу в электронном личном кабинете вот такую-то информацию, поясните, что мне надо делать. Опять же, это и темп общения ускоряет. То есть не нужно взять лист бумаги, писать. А это вот как обычная переписка смс-сообщениями, как мы там переписываемся с близкими, знакомыми. Очень удобно. Точно так же. И когда представляешь декларацию в связи с получением вычета, у многих вопрос, а какие документы, а вдруг я что-то забуду. Да, да, вот это самая большая проблема, что люди боятся. Это самая декларация, когда ее заполнишь, сформируешь, посмотришь на эту декларацию, да, ее можно и распечатать, посмотреть, все ли правильно. Там в самой программе, как ячеечки, написано справка об уплаченных процентах. Там такой-то документ, договор купли-продажи. То есть самому налогоплательщику подсказки, какие документы нужно приложить к той или иной декларации. Очень удобно. Ну, хотелось бы, конечно, надеяться, да. Да, придумывать не нужно ничего, а нужен ли этот документ, а давайте я представлю все, все, что у меня есть. А все, что у меня есть, это же совершенно не нужно. Достаточно представить пакет документов и один раз. И налогоплательщики, когда они один раз, хотя бы один раз заполнят в личном кабинете, они уже на бумаге не придут заполнять. И даже в той же декларации, да, в программе не будут, хотя она была очень популярна, эта программа. Да, сервисы, конечно, вперед. Сейчас все здорово, да. То есть вы стремитесь к тому, чтобы люди к вам не приходили? Конечно. Мы стремимся к тому, чтобы декларации граждане смогли самостоятельно, легко заполнить, чтобы не нужно им было для этого какое-то специальное знание. И чтобы, соответственно, вычет они получали как можно быстрее. Потому что если все приложено, не надо тратить время на бесконечную, допустим, какую-то переписку, что вот не так, там договор, не так справка и так далее. Это ориентир налоговой службы. Мы же с вами движемся вперед и слышим сейчас в средствах массовой информации, что ближайшее будущее нас ожидает. Это вообще по клику получать вычет. Но это не тема сегодняшнего эфира, потому что все-таки за 2020 год мы декларируем в обычных налоговых декларациях свои вычеты. Но на самом деле у службы амбициозные планы и электронные сервисы, они помогают нам быстрее возместить тот налог, который мы заплатили в том году, если у нас есть на это право. Но в результате воплощения этих амбициозных планов-то не получится, так что сократят все наши управления, поскольку будут вкалывать робота, а не человек. Ну аналитическая работа все равно нужна, и все равно специалисты нужны, и бывают какие-то сложные ситуации. Поэтому здесь я не думаю, и законодательство, оно проще не становится. Наш налоговый кодекс прибавляет в весе, и у нас наряду с добросовестными плательщиками все равно еще остаются недобросовестные плательщики. И налоговые органы проводят большие аналитические мероприятия в целях исполнения общей задачи. Наше равенство налогоплательщиков, как сказал Адам Смит, это вот великий экономист, там 1700-х годов, он сказал, равенство налогообложения подразумевает, что каждый, так сказать, уплачивает налоги. Вот в этом, если вдуматься, действительно равенство. Потому что если кто-то, получая доходы, не уплачивает налоги, то получается так, что за него-то их должны собирать с кого-то других. Поэтому во имя того, чтобы этот принцип соблюдался, тоже большая работа проводится с налоговой службой, но она уже, может быть, не столь публична. И вот это называется название аналитическое, и на это нам как раз освободит время служба, когда автоматизирует вот эти простые жизненные ситуации. То есть окончательно компьютер не заменит человека в форме? Не заменит, потому что любой документ, приложенный налогоплательщикам, нужно читать, смотреть. Они же не типичные, правильно, не типовые. Поэтому надо с каждым документом работать. Процедура простоты подачи, она не означает, что это все так же автоматически проходит контроль. Будет проверяться, да. Контроль, он не автоматический, это просто мы платильщикам упрощаем ситуацию, чтобы они могли реализовать свои права. А контроль, он достаточно остается на высоком уровне, и чтобы не было такого, что кто-то вот так вот, действительно не получая доходов, там что-то такое как-то подаст и получит возмещение. Нет, эти вещи все проверяются как раз. То есть наша жизнь становится проще, а ваша? Нет. Ну, наша по-прежнему, так сказать, требует внимания, да, внимания, очень большого внимания ко всем этим, чтобы не было незаконного возмещения из бюджета. Это же совсем будет нехорошо. На страже этого мы и стоим. Надеемся. Не все декларации, которые подаются плательщиками, оказываются тем результатом, который плательщик. Есть до начисления по камеральным налоговым проверкам. А много вообще вы отказываете? Ну, часто будет такие случаи вообще? Ну, здесь вопрос, он отказом может быть только в случае, если налогоплательщик представляет недостоверные документы. Ну, да, когда увидел, извиняюсь, конечно, конечно. Он не оплачивал никаких медицинских услуг, а ему просто-напросто как-то вот эту справку скомпилировал, пользуясь средствами компьютерной графики, и направил налоговый орган. Вот налоговый орган, вот, кстати, по поводу медицинского, налоговые органы, они работают с медицинскими организациями и проверяют, действительно ли был такой пациент, действительно ли были такие суммы уплаты. То есть это не значит, что перечень документов для плательщика совсем короткий. Мы по лечению представляем только справку об оплате медицинских услуг. И медицинское учреждение ставит там нам код, либо обыкновенные услуги один, либо код два. И с этим, этот документ, плательщик прикрепляет нам в личном кабинете, как электронный образ, да, и направляет нам. А мы уже дальше проверяем, есть ли такое медицинское учреждение, есть ли у него эта лицензия, был ли данный налогоплательщик пациентом этого медицинского учреждения, были ли оказаны услуги. Я вас впервые, у нас есть звонок от конкретного налогоплательщика. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. А скажите, пожалуйста, Валерий меня зовут. Вот я приобрел квартиру, и мне 13% выйти. А за какой период? Вот я в феврале подал заявление, в феврале подал, все, у меня приняли заявление. Вы подали налоговую декларацию в феврале месяце, правильно я понимаю? В феврале месяце я подал, да. В 2 февраля. Давайте объясним, в общем. Да, подали декларацию, срок проверки, камеральной налоговой проверки по кодексу составляет 3 месяца. То есть, соответственно, если в феврале представили, то 3 месяца налогового органа на проверку вашей налоговой декларации. Заявление теперь представлять не надо, заявление в составе налоговой декларации. Единственное, вы должны были указать реквизиты именно своего расчетного счета, потому что у нас иногда плательщики укажут счет супруги или члены семьи. Здесь должен быть указан именно ваш счет. Налоговый орган проверит, действительно ли это ваш счет и в дальнейшем вернет денежные средства на счет, который вы указали, если он ваш. Если счет не ваш, то налоговый орган попросит вас уточнить реквизиты счета для возврата. Елена Владимировна, я добавлю вопрос, наверное, за какой период. Если вы, Валерий, приобрели имущество в 2020 году, и вы не являетесь пенсионером, у вас документ о праве собственности, то есть выписка из реестра датирована 2020 годом, то по итогам 2020 года вы имеете право заявить на вычет, что вы, наверное, сделали в феврале месяце. Если вы являетесь пенсионером, то вы имеете право, помимо того, что за 2020 год вы заполнили декларацию, вы можете, так как говорю, на три года назад сходить, то есть за 2019 еще представить, за 2018 и за 2017 год. Даже если вы приобрели квартиру в 2020 году, жилье свое, то есть можно за 4 года представить эту декларацию. Я думаю, что мы ответили на вопрос. Надеюсь, да, пропал у нас гражданин, к сожалению. Надеюсь, да. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот в целом на какие изменения в форме налоговой декларации стоит обратить внимание? Произошло ли что-то новое? Да, Елена Владимировна уже вот сейчас сказала, в саму декларацию теперь встроено это заявление. А когда мы заполняем, даже с помощью личного кабинета, сама система предлагает ввести свои банковские реквизиты. БИК, лицевой счет, вводим, и тем самым налогоплательщик не забывает об этом заявлении. То есть раньше это отдельный документ, отдельно представлялся, а сейчас это в составе этой декларации. То это самое главное изменение, которое должны знать все граждане. Вот, очень удобно. Мы сегодня уже не раз упоминали в эфире о налоговых вычетках. Давайте еще раз расскажу телезрителям, что это такая за халява, которую можно получить. И все, я думаю, знают. Что это за вычеты, и самое главное, кто имеет право. И что для этого надо сделать? Я бы сказала, это никакая не халява. Это прежде всего ты должен работать, у тебя должны брать с твоих доходов 13%. Это самое главное условие. Претендовать могут те, у кого есть доходы, облагаемые 13%. Мы лечимся, мы лечим своих супругов, мы лечим родителей, мы учим детей, мы сами учимся. Мы покупаем квартиры, мы покупаем земельные участки, мы инвестируем какие-то денежные средства, мы участвуем в благотворительности. Здесь везде можно применять вычеты. Есть социальные вычеты, имущественные вычеты, инвестиционные вычеты. Все они у нас прописаны в кодексе. Но самые основные это обучение, лечим детей. Детей? Детей. А себя? Ну себя тоже. Пошел в платную стоматологию, к примеру. Ну это лечим, ну правильно, лечим себя, лечим детей. Значит, здесь максимальный вычет 120 тысяч рублей, это когда лечение обычное, учим детей. Максимальный вычет 50 тысяч рублей, с 50 тысяч можно получить 6500 возвратов. На каждого ребенка? На каждого ребенка, да. А еще ребенка, если я сам пошел учиться? А, сам пошел учиться, 120 тысяч. Имущественный вычет, самый распространенный. Покупаем квартиру, получаем, максимальный вычет составляет с 2 миллионов рублей. У нас максимальный размер вычета, значит, имущественный вычет. Если мы покупаем земельный участок, то мы вычет получаем только тогда, когда будет на нем построен дом. То есть за земельный участок и зарегистрирован, да, соответственно, в органах Росреестра. То есть теплица не считается? Нет, ну какой это дом? Нет, теплица, это смотря для чего? Для налога на доходы физлиц вычет представляется на приобретение жилого дома, квартиры, комнаты. То есть именно жилья. Это вычет, он настроен на то, чтобы поддерживать. Вообще-то идея-то вычета поддержать строительную отрасль. Потому что строительство это двигатель всей экономики. Поэтому вот такой вот вычет. Да, самый распространенный, наверное, имущественный. Каждый имеет право один раз в жизни воспользоваться. Но, например, покупаем мы квартиру за миллион рублей сегодня, получаем вычет с миллиона рублей. А через некоторое время покупаем другую квартиру и опять добираем до двух миллионов. Ну что же, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о декларационной кампании. Платите налоги, это наша обязанность, без этого наше государство. Как любое другого государство жить не сможет. Если что непонятно, обращайтесь в налогу нашей службы. Еще раз напомню, телефон 8-900-800-222-222. И телефон 50-67-19, телефон горячей линии 50-67-27. Ну что ж, большое спасибо. До новых встреч в эфире. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон»!